Среди бескрайних просторов космоса всегда есть что-то, что может удивить даже самых опытных астрономов. Недавно специалисты из НАСА зарегистрировали нечто необычное. Загадочное излучение, исходящее от одного из недавно обнаруженных астероидов. Как только эта новость достигла ушей исследователей, в научном сообществе началась настоящая лихорадка. Астероид, этот малозаметный странник космоса, вдруг оказался в центре внимания благодаря своим таинственным свойствам. Команды ученых незамедлительно приступили к изучению феномена. Излучение выглядело так, словно само небо решило послать нам зашифрованное сообщение. Вопросов становилось все больше, ведь астероид вел себя так, будто он нечто большее, чем просто скопление камня и металла, мчащиеся по своей орбите. Радиотелескопы, направленные в сторону астероида, собрали достаточной информации, чтобы понять, это излучение не похоже ни на что, виденное ранее. Интенсивность и частота излучения заставили ученых предположить, что это может быть связано с внутренними процессами самого астероида. Однако, что именно могло бы вызывать такую активность, оставалось тайной. Непознанное всегда манит, и этот случай не стал исключением. Как только обсудили новые данные, возникли идеи проверок необычных гипотез. Один из таких концептов включал возможность, что излучение является проявлением неизвестного материала на поверхности астероида. Речь шла о чем-то, что могло бы изменить наше понимание о свойствах материи в космосе. Казалось, что космос приготовил для нас нечто, что мы даже не могли себе представить. И это было только начало серии великолепных открытий, которые нам предстояло сделать. Тайник Вселенной. Непознанный металл. Пока ученые ломали головы над источником излучения, с борта одного из космических аппаратов пришли данные, которые потрясли исследовательское сообщество. На поверхности астероида был обнаружен неизвестный металл. Это открытие всполошило лаборатории по всему миру. Металл, казалось, не соответствовал никаким известным на Земле элементам, имея уникальную структуру и свойства, которые просто не укладывались в рамки традиционной науки. Отправленные к астероиду детали зонда начали фиксировать элементы на поверхности, но когда спектрограф показал состав, приборы едва не вышли из строя от полученной информации. Было ясно. Найденный металл оказался совершенно иначе организованным. Он показал свойства, которые ранее считались невозможными. На Земле не существовало аналогов с такой проводимостью и плотностью. Открытие недостоверного элемента мгновенно вызвало бурю дискуссий в научном мире. Модели строения металла предполагали присутствие уникальных квантовых аномалий. Эти аномалии намекали на присутствие физических процессов, которые только начинали теоретически обсуждаться. Внезапно казалось, что у науки появился шанс на прорыв, который мог бы перевернуть наше представление о материи. Возникновение нового металла на астероиде дало повод для срочных совещаний среди ученых, которые пытались разгадать, как такой элемент мог образоваться в условиях космоса. Пока ученые старались разгадать природу металла, возникло множество вопросов о его происхождении. Почему этот металл оказался на астероиде? Было ли это следствием случайного космического события или же созданным артефактом более древней цивилизации? Эти вопросы повисли в воздухе, заставляя исследователей срочно искать ответы и готовиться к новой экспедиции, чтобы разгадать еще больше тайн этого космического тела. Астероид-революционер. Новая глава в науке? Революционное открытие нового металла на астероиде превратило его в настоящий объект для научных дебатов. Ведущие ученые всего мира спешно собрались на форумы и конференции, чтобы обсудить последствия этого открытия. Никто не мог предсказать, какие новые возможности открываются перед человечеством благодаря этому необычному элементу. В кабинетах исследователей горят светильники. Ученые сутками напролет изучают образцы новых данных, пытаясь разгадать загадку этого необычного металла. Даже самые скептически настроенные умы теперь вынуждены были признать – природа преподнесла нам нечто совершенно уникальное. Вскоре из астрофизических лабораторий начали поступать первые результаты исследований. Оказалось, что металл может служить проводником невероятной энергии, что делает его потенциально важным для развития новейших технологий. Экспериментальные установки уже начали тестировать необычные свойства, и результаты поражали воображение. Плотность и структура металла позволили создать материалы, которые могут выдерживать экстремальные нагрузки и температуры. Все это ставило металл на передовую линии современных открытий. Новые данные подняли вопрос о практическом применении металла на Земле. Вскоре ведущие индустриальные гиганты обратились к ученым с предложением о сотрудничестве. Инновации на основе этого материала могли бы кардинально изменить нашу энергетическую независимость и ресурсную устойчивость. Важно отметить, что на фоне растущего интереса начались активные обсуждения о миссиях по добыче металла и его транспортировке на Землю. Сложность в организации таких миссий не пугала исследователей. Достаточно было просто взглянуть на перспективы, открывшиеся перед наукой. Специалисты по космическим миссиям начали разработку планов по отправке новых зондов к астероиду для детального изучения его поверхности и анализа собранных данных. Программы по разработке роботизированных систем для добычи и транспортировки металла уже находятся в стадии проектирования. Космос, ранее считавшийся недостижимым и загадочным, теперь стал доступным для исследований и освоения благодаря необычной находке. Но что еще может открыться взору исследователей, когда они углубят свои изыскания? Впереди нас ждут новые открытия, которые непременно перевернут наши представления о Вселенной. Химера из другого мира. Структура металла. Структура этого загадочного металла стала самой обсуждаемой темой научного мира. Все больше ученых сталкивалось с фактом. Найденный материал не соответствовал ни одной из известных на Земле категорий. Спектрометрический анализ выявил, что атомы этого металла были расположены в геометрии, которая просто не могла существовать при известных условиях. Эта уникальность приводила к свойствам, которые открывали новые горизонты физики. Одним из самых поразительных открытий стала аномальная плотность материала. Он оказался в несколько раз плотнее большинства земных металлов, что создавало огромный потенциал для исследований в области гравитации и энергии. Но это было только началом. Другие эксперименты показали, что металл может изменять свои свойства под воздействием электромагнитных полей. Это открывало двери для создания устройств, которые ранее существовали только в научной фантастике. Ученые начали разрабатывать первые прототипы технологий, использующих это свойство. Представьте себе устройства, которые могут изменять форму или прочность по команде, или мощные источники энергии, не требующие топлива. В этот момент стало очевидно, что металл стал ключом к новому витку научных изысканий. Ведущие лаборатории мира начали объединять усилия для более глубокого анализа. Появились идеи по созданию сплоченной сети аналитических центров, чтобы ускорить процесс изучения. Не оставалось без внимания и геополитическая составляющая этого открытия. Страны стремились быть первыми в исследовании новой материи. Вопросы о том, как металл оказался на астероиде, потребовали новых теорий и гипотез. Некоторые предполагали, что он образовался в результате невероятных космических процессов. Другие же искали ответы в истории Вселенной, намекая на возможный след древних цивилизаций. Ученые стояли на пороге возможного открытия тайн, которые могли бы изменить наше понимание Вселенной. Впереди их ждали новые миссии и исследования, направленные на полное изучение свойств найденного металла, что открывало путь к невероятным открытиям. Послание из Вселенной. Расшифровка загадок астероида. Пока ученые погружались в изучение удивительной структуры металла, поступили совершенно неожиданные новости. Исследовательская группа, специализирующаяся на астрономических данных, обнаружила еще один феномен, связанный с астероидом. Спектрограммы, ранее использовавшиеся для анализа излучения, вскрыли нечто удивительное. Загадочные сигналы, которые казались не просто случайным набором частот, а скорее последовательностью, похожей на закодированное послание. Это открытие быстро вызвало интерес криптографов и специалистов по обработке сигналов. В лабораториях начали работать круглосуточно, чтобы попытаться расшифровать эти сигналы. В это время обсуждения шли о возможном искусственном происхождении этих посланий. Если они действительно могли содержать информацию, то, возможно, скрывали некие послания, пришедшие из глубин космоса. Специалисты сопоставляли данные из различных источников, проводя эксперименты и тесты для выявления закономерностей. Вскоре стало известно, что структура сигналов предполагала наличие сложной математической основы, которая не наблюдалась ни в одном из известных природных феноменов. Некоторые предположили, что это может быть результат взаимодействия металла с космическими лучами, но такой сценарий казался все менее вероятным. В это время команды астрономов и физиков начали работать совместно, разрабатывая модели, чтобы понять, как такие сигналы могли возникнуть. Были высказаны предположения, что они могут содержать информацию о свойствах и происхождении найденного металла или даже о других космических объектах. Эта возможность вдохновила на дальнейшие исследования и привела к запуску новых миссий для получения более точных данных. Неожиданно космос задал новый вектор для освоения, предлагая разгадать тайны, которые, возможно, скрывались веками. Это открывало перед учеными бескрайние перспективы для изучения и исследований, чтобы постигнуть больше тайн, которые могут изменить наше восприятие Вселенной. На пороге открытий. Что скрывает космос? Вселенная всегда скрывала от нас массу загадок, и наш астероид, кажется, готов открыть еще одну. Пока исследователи ломают головы, пытаясь разгадать смысл таинственных сигналов, излучаемых неизвестным металлом, на горизонте появляются новые факты. Эти сигналы, возможно, являются не просто частью природного феномена, а ключом к пониманию гораздо более сложной картины. Ранее считавшийся просто странным образованием, астероид теперь становится настоящим эпицентром исследований, где каждый новый факт может перевернуть наше понимание о космосе. В это время исследовательские группы всерьез занимаются изучением уникальных свойств металла. Тесты показывают, что он может не только взаимодействовать с электромагнитными полями, но и менять свои параметры в ответ на различные внешние воздействия. Подобные свойства могут стать революцией в сфере материаловедения и энергетики. Эти открытия начали вызывать интерес со стороны компаний, работающих в области высоких технологий, которые стремятся использовать металл для разработки новых типов аккумуляторов и сверхпроводников. Пока лаборатории бурлят идеями, на Земле разворачивается настоящая гонка за первенство в изучении астероида. Страны и частные корпорации стремятся быть первыми, чтобы извлечь максимальную выгоду из новой находки. Между тем, усилия ученых направлены на создание устройств, способных анализировать изменения металла в реальном времени, что поможет в разработке технологий будущего. Но, несмотря на активные исследования, остается множество вопросов, на которые предстоит ответить. Почему этот металл появился здесь, на границах нашей галактики? Может ли он быть частью более широкой истории космической эволюции или результатом неизвестных процессов? Ответы на эти и другие вопросы могут кардинально изменить наше понимание Вселенной и нашего места в ней. По мере того, как наука движется вперед, астрономы продолжают внимательно следить за астероидом, зная, что каждый новый день может принести новые открытия и еще больше загадок. Миссия под покровом тайны. Ученые на фронте исследования. Космическая гонка обретает новое измерение. Ученые по всему миру объединяют усилия, чтобы изучить этот загадочный астероид. Впервые в истории исследователи столкнулись с металлом, который, кажется, не принадлежит нашему обычному пониманию химии. Разработка новой миссии началась незамедлительно. Международные космические агентства и частные компании собираются провести исследовательскую экспедицию. Задача — извлечь образцы металла и изучить его в лабораторных условиях. Проект амбициозный. Планируется создать специализированные зонды, способные провести детальные анализы свойств астероида. Конструкторы работают над технологиями, которые позволят зондировать поверхность и глубины этого космического тела. Роботизированные системы должны обладать высокой степенью автономности, чтобы выдержать почти нечеловеческие условия в космосе. В это время признанные ученые готовят аналитические инструменты, чтобы расшифровать сигналы, излучаемые металлом. Научные комиссии собирают данные из разных источников, чтобы создать более полное представление о структуре и происхождении этого удивительного материала. Ведущие физики и инженеры работают над гипотезами, объясняющими необычные свойства металла и его реакцию на различные воздействия. Ожидается, что результаты этой миссии откроют новые горизонты в материаловедении и астрофизике. Пока инженерные команды заканчивают подготовку к старту миссии, исследовательские группы планируют дальнейшие шаги. Они уверены, что обнаружение этого металла может привести к технологическим прорывам, которые изменят наше представление об энергии и материи. Осознание, что человечество стоит на пороге невероятных открытий, мотивирует ученых продолжать исследование. С каждой новой теорией и экспериментом мы приближаемся к разгадке этой космической тайны, которая обещает перевернуть наше представление об устройстве Вселенной. Будущее на весах. Влияние находки на человечество. На фоне стремительно развивающихся исследований, внимание мирового сообщества приковано к возможным последствиям находки для человечества. Создаются международные консорциумы, чтобы координировать усилия и ресурсы для эффективного анализа и использования металла. Предполагается, что его уникальные свойства могут стать основой для революционных технологий, в том числе в области энергетики и коммуникаций. Высокая проводимость и плотность открывают путь к созданию новых видов аккумуляторов, которые могут обеспечить энергией города на долгие годы. Индустриальные гиганты уже начали вкладывать огромные средства в разработку прототипов, использующих найденный металл. Эти разработки могут привести к появлению сверхмощных компьютеров и гаджетов, которые изменят наше повседневное существование. Параллельно крупные транспортные компании видят потенциал в революции транспортных средств от автомобилей до космических кораблей. Внедрение этого металла обещает сделать перевозки более быстрыми и экологически безопасными. Однако стратегическая важность находки порождает политические трения между государствами. Временами кажется, что мир вступает в новую технологическую гонку, стремясь быть первым в освоении этого ресурса. Геополитическая напряженность возрастает, но вместе с тем усиливается и международное сотрудничество, ведь осознание важности общего научного прогресса перевешивает раздоры. Среди всего этого нарастает интерес к возможной биологической совместимости металла. Исследователи высказывают осторожные предположения о возможности его использования в медицине, например, для создания новых видов имплантатов, которые способны менять свои свойства в зависимости от нужд организма. Это открывает неизведанные горизонты в лечении заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми. Таким образом, открытие загадочного металла обещает не только научный прогресс, но и ставит перед обществом вызовы, которые необходимо преодолеть, чтобы полноценно использовать его потенциал. Человечество стоит на пороге эпохальных перемен, и от того, как оно справится с этой задачей, зависит будущее нашей цивилизации и ее место в космосе. Продолжение следует...